не выспался но чуть это плохо спал три раза или 4 просыпался в общем и вот на все три или четыре раза четыре четыре раза просыпался все четыре раза разные сны видел вот так вот а по утру захотел спать но вставать надо на работу всем привет с вами я и сегодня у нас два больших состава много много прицепных вагонов и очень много работы очень много ремонту вот сейчас сижу читаю заявочные ремонты ну заполнение 895 постоянно горит после ограждения состава могу только сделать понятное дело что-то с установкой подачи холодной горячей воды что-то еще с дозаторами с крышками не работает так давление что-то с датчиком муха я говорю в общем в каждом вагоне по чуть-чуть но ремонта есть если это суммировать все вместе будет много сегодня к нам на смене ко мне на смену вышел помощники вадим ну сергей понятно в отпуске но вадима сегодня вагон на то 3 и ему нужно его поделать с до 10 утра далее выключают во всем депо свет до трех часов дня но какой-то тоже ремонт видимо производят после трех часов дня снова включая свет на продолжать делать то 3 но в этот промежуток с 10 до 3 что делать вадиму наверно придет ко мне на парк помогать а состав у нас такие сегодня как 325 353 кипец и вагоны к 73 поезда поехали ты уже поехал на парк откачивать а когда поедешь слушай когда поедешь положи с собой пожалуйста сразу эту лампу и скл сигнале так позвонишь мне как на парке будешь я тиска в ком я вагоне тут просто скл к вам поставить я пока другим займусь ну вот поставил сейчас короче получается эту снимал решетку залазил на руку и там провода я провода короче замкнул мне питание пропало вообще я такой все поставил все собрал этот фильтр почистил кнопку нажимаю не вода не идет думаю что такое может там провод какой-то отпал снова снял посмотрел все проверил все на месте замерил питание действительно нету че такое пошел короче в этот здесь вот на блоке зеркале короче открыл не горит еще блин за фигня пошел туда в щитовую выдавать там смотреть там не горит чудом и такое там короче получается предохранитель стал смотреть о один сгоревший видимо когда я про здесь ну лампочку ставил провода за задел что-то где-то замкнув ладно пошел обратно сюда нашел чё я замкнул действительно там немножко оголенный провод был перемотал его поставил все собрал пошел предохранитель туда поставил фух заработала блин первым же вагоне уже сколько я минут 30 здесь уже вот потратил минут 30-40 пока с этим совсем разбирался а казалось бы да лампочку поставить да фильтр почистить делов то ну вот ведь как ну там болты еще меня все пошли дальше первый вагон только начался уже сам себе проблем создаю я нахожусь в вагоне в котором наш подписчик александр кайзер со своей семьей когда-то путешествовали на море я не помню какие были у них места но я помню что были боковые и все четыре места вот эти паскарте а может даже вот эти места и были двадцать один двадцать два а может быть нет я не помню не буду утверждать но помню что вот они ехали эти четыре места получается и вот два этих вот переду и привет александру кайзер так здесь у нас коля постарался ну коли наш слесарь провел ассинизацию все давление мне спустил сейчас надо ждать к накачает все проверять смотреть но пока можно проверить аэратор как себе а у его здесь вообще нет надо поставить здесь есть но надо почистить так аэратор вообще у меня есть нет с собой аэратора я что-то не помню даже если в той смене в тот раз были так может быть и вадим поставил а вот есть есть хорошо сейчас короче накрутил без этого без кольца кольцо забыл поставить резиновое накрутил короче он у меня и отсюда брызит и сюда по носику потекло и такое ощущение что сам смеситель потек кольцо то забыл поставить одно что вот собирают такой ставлю молодец какой а сейчас подтянем вот хорошо почистить надо наверное не очень льется конечно вообще они должны стоять и для экономии воды и для фильтрации ну короче вот по нолям смотрите мотор работает насос показывает все равно по нолям а напор есть хороший забила датчик давления грязью забила здесь установлен чердаке датчик давления под гидроаккумулятором сейчас будем его чистить ух ты хорошо сидит крепко так я там а воду перекрыл кран открылся в давление спустилась а то мне тут сейчас прямо в лоб как брызнет ну есть какая-то грязючка тут грязи нет здесь непонятно есть что-то нет если нет то значит сам датчик у нас к сожалению сломался короче да сломаном я его чистил нажимал внутри там пружина есть она совсем уже осела короче я его собрал поставил мне показывает два и три килограмма и все по долям обратно пружина не отжимает не встает короче надо его менять прискорбно но чё теперь делать 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 то что меня вот это добивает то что сейчас придется тащиться за ним на склад туда он возвращаться обратно либо я сейчас здесь так все оставлю это вагон этот вагон перецепляется к составу 73 вместо него вставляется с терминаторами который кстати сломан вот и короче наверное пока так оставлю добью перья новороссийский состав добью наверное весь до конца потом вернусь сюда и поменять датчик потому что потому что потому что потому что я боюсь что если я сейчас побегу на склад да то вагон укатит в принципе не так далеко сейчас позвоню мастеру может быть он в эту сторону пойдет если нет то пойду дальше по составу повезло я позвонил он где-то сейчас в эту сторону идет сказал возьмет где-нибудь сейчас на парке с ним пересекусь пока инструмент тут оставлю вот что мне нравится я знаю что в других регионах мне вот рассказывали поездные которые как-то ездили у нас ну в одно время из других регионов мне вот что нравится у нас можно инструмент оставить никто его не возьмет если даже что где-то что-то оставишь отвертку плоскогубцы забудешь ну бывает такое соседнего цеха ребята найдут никто не подберет себе в карман звонят узнают спрашивают ребята вы оставляли нет ну конечно потом подкалывают ну что бутылка с тебя мы также находим что-то у ребят с среднего цеха инструмент сразу звоним спрашиваем вы оставляли нет возвращаем не присваиваем себе в общем вот тут что-то не закрываешь что тебе нужно пойду схожу до мастера возьму датчик сразу поменять здесь идти дальше ох наконец-то распогодилась эту блин три дня такая холодина стояла вот обязательно сфотографировать журналом в 80 номером вагона чтобы потом прикрепить это как как доказательство к акту тому что мы ставили новую запчасть здесь но я не знаю там в общем это мастера у них там свои заморочки я в общем фотографирую отправляю мастеру все ну вот поставили 0706 как и должно быть так как раз пока оставил нас покатили вот если бы я мастеру не позвонил сам бы пошел сейчас бы вернулся как раз с этого со склада прихожу а вагона нет покатили куда-то что давайте включим водичку посмотрим как она все пойдет так здесь открыли открыли здесь перекрылись ух ты испугался думал никого нет как немножко воздух пропустит все накачал остановился чай тут прыгаешь тут ну вот хорошо пойдемте дальше до нас на гражданку можно сказать увезли как Продолжение следует... Сейчас, ребят, срочно меня вызвали вот в этот вагон с терминаторами. Здесь получается напряжение 220 вольт на реле давление приходит, уходит при включении, при этом компрессор не заводился. Я пришел, он тут гудел, я попробовал его крутануть, лопасти крутануть, попробовал его с толкача завести, все равно нет. Похоже, либо он заклинил, либо сгорел окончательно. Сейчас его сняли с мастером, и он его понес в офис, как бы туда, в слесарку, на стенд, на тестирование, проверять его, да что, смотреть. И когда мы все это сняли, в общем, это... Ну, мне пришлось, короче, срочно выбежать с мойки, там, с этого, с... С Новороссийского состава. И, короче, он все это забрал, машину погрузил. Такой, я ему говорю, а что у нас электричество есть в депо? Не знаю, короче, что он будет делать сейчас. В общем, насосу хана. В общем, вагон вот этот приехал с рейса, с Петербурга, и по дороге этот вагон ломался несколько раз, и вот на обратном пути в Пермь вообще перестали туалеты работать. Поездной механик думал, что вот это реле, давление, что в нем проблема. Но вот все это отправили еще в ситуационный отдел, то есть есть такой специальный отдел ФПК, где чрезвычайные происшествия скидывают туда все. И вот нам сейчас нужно было до обеда разобраться, какая здесь поломка, в чем причина. Поэтому мне пришлось сюда срочно выбежать с состава Новороссийского, и бежать сюда, разбираться. Ну, разобрались, что в нем проблема с компрессором. Ну вот, как он его дальше будет проверять там, я не знаю. Так, сейчас надо мне как-то попасть обратно в Новороссийский состав. А, нас повезли. Ну ладно. Короче, Новороссийский состав. Уехал далеко туда, мне его все равно не поймать. Ладно. Сейчас тогда нас привезут на другой путь, и уже на другом пути как раз подъедет Новороссийский состав, и продолжит наш основной ремонт. А этот вагон должен был сегодня, кстати, вцепиться в Новороссийский состав. Но ввиду того, что вот эти все поломки, его отменили в этот вагон, оставили тот, что приехал. Как раз вот, где я менял датчик давления на воду, ну, по ХИГВ. Сегодня ролик длинный будет работать. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новороссийск подъезжает. Продолжаем заниматься составом 325 Пермь Новороссийск. Ну, все вагоны обесточены. Приходится по-новому все включать, ждать, когда у нас вакуумный насос создаст вакуум. Ну, должным образом давления, как мы еще так говорим. Все это время, время, а время уже почти обед. Я еще даже не добрался до купейных вагонов. Что у нас тут показывает? 57. 1,8. Буксы держат водичку. Держат. А ты держишь, все устройство у нас держит водичку? Держит. Хорошо. И... Остановился. 36 градусов. Ну, пока внешней сети нет, поэтому болер не включился. Зачем? Для чего это было делать? Для экономии батареи. Хотя прекрасно знают... О, зеленым загорелся. О том, что... Я буду идти проверять и обратно все включать. Наконец-то я добрался до купейных вагонов. О! Заработал. Что-то тут такое. А, вон что. Как? Побрякивает. Если вот это вот ночью слушать пассажирам за стенкой. Вот. Закрывать надо на все замки. О, да неужели? Это что? Последний вагон? О, отлично. Ну, да. Все, выключено. Завелась вентиляция. Так, ну что ж, раз мы прошлись в Пермь, на Российск, вроде все сделали. Все проверил я, все остальное там посмотрел. По заявочному ремонту тоже все сделал. Вроде как должен быть состав готов. Сейчас у нас там дальше есть четыре вагона прицепные к 353-му составу Пермадлер. Еще есть прицепные вагоны к 73-му. Вот я сейчас иду на обед, мимо зайду, посмотрю. Если они на зарядке, сразу проверю. Дай бог, чтобы там все было хорошо. Мне повезло. Все четыре вагона прицепные к Пермадлеру составу стоят на зарядке. А, вот, градусы показывает. Греет болер хорошо. Ну, естественно же, все выключено. Я сейчас все буду включать, заводить, проверять, смотреть. А уж потом пойду на обед. А, 73-й поезд. А, тут не видно. Короче, тут за зданием он, там, в пути он стоял. Но сейчас я шел, когда вот оттуда шел, сдалека. На этом пути, в 73-ю, прицепные вагоны к этому составу куда-то укатили. Но там будет замена происходить, поэтому я сейчас четыре вагона вот этих проверю. И потом пойду на обед. А после обеда уже займусь Пермадлер составом. Ну, 73-ю я и так называю просто уж у меня, извините. Прицепные вагоны к 73-ю. Вот. Ну, вот опять ждать надо, пока все накачает. Это все время. Хотелось, конечно же, да, это... Ну, побыстрее все сделать и спокойно сидеть. А шиш там тебе, Леня, шиш тебе. Ходи, проверяй, смотри. Ну, с другой стороны, ладно. Работа такая, что теперь делать? Эх, каждый хочет прийти на работу, да? Валяться, в потолок плевать и деньги получать. Не, так не бывает. Работа, она такая должна быть работа. Вот. Иначе, да? Что ты за заработник такой? Что у тебя за работа такая? Вот, уже 12 часов времени. Я с 8 утра уже на ногах. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот, 4 часа на ногах уже, можно сказать, бегаю. За 4 часа, да, проголодался. Кушать хочется. Надеюсь, там... А, там. Нет, не надеюсь. Электричества там нет. Не знаю, что буду делать. Суп у меня холоднющий стоит в холодильнике. Холодный суп невкусный есть. Придумаем что-нибудь. Ну, вон, Вадим сегодня с утра говорит. На вагон пойдем. Там же есть меню этот. Микролунная печь. Там разогреем. Я говорю, ну, с собой возьмем ложку, кружку там, ну. Все необходимое и сюда пойдем кушать. Хе-хе. Ладно, что. Придумаем что-нибудь, не беда. Ну, что ты уже? Накачаешь нам? Куда едешь? Конечно, накачаем. О-о-о-ох. Есть кто живой? Хе-хе. Ну, что? Похуеду? Света нет? Расставлю мангал, будем шашлыки жарить. После вкусного обеда, по законам Архимеда, чтобы жиром не заплыть, полагается работать! Разорался. Короче, я уже в прицепках к 73-му поезду, все проверил, все хорошо. Вагон с терминаторами, где мы сейчас снимали компрессор, мы уже его поставили, собрали, все работает, все классно. Не знаю, вагон, наверное, сегодня уж не будет прицеплять. Я думаю, что завтра он пойдет куда-нибудь прицепкой. А сейчас мы перемещаемся в состав Перм-Адлер. У меня там еще даже, как сказать, ноги моей там не было. Как приятно. Такое окошко чистое. По всему вагону, вот эти окошки чистенькие-чистенькие. Видать, вагон, ну состав этот, прицепные вагоны, видимо, недавно смойки, мыли, все высохло, вон как. Прямо глаз радуется, когда стекло чистое. Кто со мной согласен, когда окна чистые, это хорошо? М? Пишите в комментариях. Конечно. О! Заряда нет. Яма, я. Что я тут проверяю? Ладно, дождемся, сейчас может поставят. Пока схожу в другие вагоны. Кстати, тут вот, слышите? Насос работает. Воздух попал в систему. Не может накачать. Надо его пока выключить. Он у нас так перегреется. Потом надо будет воду поспускать, воздух выпустить и запустить по новой. Так, где у меня мой желтый чемоданчик? Нет, вернее, синий. Темно-синий. Вон он стоит, мой саквояж. Да, ничего не включится. Заряда нет. Ну вот, прошлись мы, Адлер, последний вагон купейный. Мы. А почему мы, я говорю? Ну потому что вы со мной же ходите по ту сторону экрана. А что такое? Тоже было все выключено. Хорошо. Ну что? Загорелось? Нет, красную. До работы тебе дошел. Какую работу? До балки дошел. Да, сейчас закрутим. Но он этот, пшикнул воду, блин. А, ну все, 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 сейчас. Ну, пошел вы дальше. Ну, завелся. Так, сейчас проверим тут все в этом вагоне. И далее будет далее. Я кое-чего вам расскажу. О! Время без 15.04. Сейчас начнется ПДК-комиссия. Я до ПДК-комиссии составы все успел сделать. Все успел пройти, посмотреть, что надо отремонтировать. В общем, 353-й состав готов, 325-й состав готов, 73-й составу прицепные вагоны готовы. Кстати, их не три сегодня, а четыре. Я даже ошибся. А сейчас у меня дополнительный ремонт появился. Это значит, мне позвонил мастер. И, короче, у нас, получается, два вагона уходят в грузовым составом. Там едет сопровождение. Поэтому мне надо в этих вагонах все завести. Обязательно им туалеты завести. Потому что, ну, сколько они в дороге будут, неизвестно. Куда им в туалет ходить? Сопровождение, то есть проводники тоже такие же дежурные едут просто. Надо будет им все завести. А эти вагоны разбросаны. И они разбросаны вообще. Не по саму парку, да, где пути обработки. А по путям не обработки, не экипировочных путей, как их еще называют. Ну, короче, вот там, там. Вот там далеко. И вот, короче, сейчас мне надо будет... Один вагон где-то здесь, на западе. Я так понимаю, вот этот. А один на востоке, там где-то вообще в тупике. И получается, еще один вагон, мастер мне сказал, нашелся. Он пришел откуда-то и передается нам в Пермь. Нужно будет его проверить. И он тоже где-то там далеко. Я решил перед тем, как отправиться в путь, посидеть немножко, сделать маленькую паузу. Твикса у меня нет, но я так, без твикса сижу. Или сделай перерыв, съешь киткат, но китката у меня тоже нет. Распогладилось тепло сегодня, прямо на солнышке жарко. Это хорошо. Сильно жарко, нехорошо. Холодно, тоже нехорошо. А вот сегодня прямо, ну, где-то градусов 22-23. То есть, если я в кителе работаю, то мне жарковато. Ну, еще сверху жилетка. А так вот, когда в такую погоду, просто футболочки там, то хорошо. Самое то, не мерзнешь, не потеешь. Комфорт. Иногда так приятно здесь сесть, посидеть спокойно и послушать тихую железную дорогу. Не когда поезд мимо проходит, а просто там где-то что-то колотят, там где-то у кого-то рация. Где-то вдалеке маневровый свистит, как бы. Иногда тоже так расслабляет. Это я эти, особенно для этих говорю, для маньяков железнодорожных, кто прям любит звуки железнодорожные. Прям все, все, что касается поездов, железнодороги, есть такие люди. Им нравится, они любят, наслаждаются тоже, наверное, так же. У меня один знакомый, кстати, он наш подписчик, Дима из Тюмени. Привет тебе, Дима. Он рассказывал, что раньше, иногда в свободное время, любил съездить на вокзал, сесть на лавочку и просто посидеть, посмотреть, как поезда приходят, уходят. Вот эти потоки, как пассажиры садятся и уезжают, провожающих. Ну, вот всю вот эту движуху, как еще на современном языке говорят. Весь вот этот муравейник. Что-то я действительно устал, у меня ноги устали. Кстати, обед. Чем разогревать? Ну, вагон мы, конечно же, не попирались. Меня угостили салат крабовый. А, нет, мимоза, мимоза. Мне дали прямо такую царелку. Мимоза меня. Вадим угостил. Вот. Я поел мимозу, ну и бутерброды скушал. А вместо чая у меня был квас. Ну, там у меня бутерброд с колбасой был. Сверху я еще солененький огурчик накрышил. И с квасиком. Сейчас, наверное, уже дали электричество. Поэтому я сейчас три вагона здесь проверю. Ой, простите. Мы проверим. Вы же по той стороне экрана будете смотреть. Мы сейчас проверим все. Посмотрим. Заведем, вернее. Ну, заведем. Мы проверим. Да, получается. Ну, и три вагона, в общем, сейчас посмотрим, все сделаем. И я пойду разогрею свой суп. Я не могу без горячей еды, особенно. Вот горячего супчика. Как мой сосед говорит. Раз в сутки супчик должен быть в желудке. Вот так. Все? Посидели? Ну, ладно. Вы-то сидите там, смотрите. Я сейчас посижу, а включусь уже там, когда пойду. Завел один вагон, нашел он тут прямо, на который я и подумал. Он и стоял тут, рядышком. Там давление у нас пока еще нет. Только завел компрессор с терминаторами вагон. Сейчас дождемся, когда накачает компрессор. Включимся, проверим. И пойдем искать следующий. О, внучка. Опа. Так. Чемодан пока тут оставлю. Кто хочет посмотреть, как в кабине РА-3? Плохо видно. Ну что? А, и маномер-то это еще развернут в ту сторону. Ладно, сейчас разберемся. Короче, там все завел проводникам. Попросили еще розетки включить. Включил. Ну, там сопровождение проводники, конечно, уже пенсионного возраста. Они уже не помнят, так что включаются. Тут даже чуть-чуть заряд был. Вот я сейчас нахожусь в вагоне, который передается в ПЕР. Вот он, и вот там следующий еще ресторан. Система обычная. Экотол, В стоят. Бусы. Вместо БТ-шек. Ну что, конечно, заряда мне не хватит сейчас все проверить. Ну, так, визуально посмотреть, поглядеть, что-то как. Видите, какая. Купешечка а-ля 90-е, наверное. Не знаю. Наверное. Ну, уже вон розетки сделали наверху. Молодцы. А то как-то я ехал до верхней полки, розетки не было. А внизу, которые розетки, все заняты вообще. По всему вагону идешь, все занято. И там через несколько там секций дошел. Смотрю, одна свободная, можно вам постоять. Доставьте. Сложно было с этим. Ну что, давайте глянем. Где у меня фонарик? Тасол. Есть тут тасол или нет тут тасола? Тасол, тасол. Есть. Правда, трубка вся уже капец засрана. Менять ее надо будет. Вентиляция работает. Ничего себе. Ну, что даже хватило в заряду завести насос. Ну, неплохо. Такое вот 300А. Красное все такое. Стойка бара. Шампанское, бурбон, виски. Что предпочитаете? Слышите? Холодильник какой-то работает. Хотя они все открытые. А, нет, это не холодильник. Это в соседнем погоне вакуумник работает с какого-то хера. А что это он работает? А, 631. Он пришел с рейса, сегодня выцепился. Так мы так сожгем все оборудование-то. Хорошо, что я услышал. Давайте-ка выключим тут все. Обесточим вагон. Что за дела такие? Нехорошо это. Вырубайся. Где так все выключают? Ходишь за ними, включаешь все обратно. Где так нет? Чего это здесь-то ничего не выключили? Ой, ладно, ребят. Время. Пятый час. Я кошки хочу. Я отправляюсь сейчас к себе в офис. Офис. Так, еще. Да? Офис. Я отправляюсь сейчас, ну, в освоясье, да. Мы его офис называем. В общем, свою. Он тут, вот, зацепился. Пойду поем, покушаю. Нормально уже, горяченькая пища. Ну вот, и если будут какие-то замечания, ну, на ПДК-комиссии, но, говорю, тоже заговариваюсь уже, то потом пойду отправлять их. Кстати, камера садится. Заодно камеру поставлю на зарядку. Где мой саквояж? Вот он. Все. Ох, сейчас все это обходить. Хождения очень много здесь. Все. Пойдемте. На ПДК-комиссии было одно замечание. И оно было незначительное. Хорошо поработали. Вадим, ты его 3 сегодня сделал, и вагон уже приняли. Вообще без замечаний. Вот какой молодец. Сразу видно, профессионала. Он там как раз чай сидит, пьет. Да, Вадим? Ага. Полный рот колбасы. Ага. Короче, время. Ну, что у нас время, сколько? Пол седьмого. Ну, хорошо, что? Додежурим смену, и по домам. Приятного аппетита. На, ну. Ага, ну, ага. Хоть ноги немножко вытянуть. Отдохнули, а вы коленки заныли. Те хождения туда-сюда, туда-сюда. На вагон слезь, залезь. Под вагоном пройди там. Ну, короче. Это мне как этот. Знакомый. А что ты пешком не ходишь с работы? Сэкономил бы. Я говорю, вот, на работу я еще согласен. Можно пешком сходить. Тут набегаешься, потом с работы еще пешком домой тащить. Не. Я на автобусе. Тем более, там вечером народу немного. Сел себе, кайфуешь, едешь. Ладно, сейчас. Немножко отдохнем, додежурим смену и включусь уже, когда я домой пойдем. Мне сегодня исключительно повезло. Я еду домой на машине Mitsubishi L200. Вот так, да? Правильно? Вот так. На этом ролик не кончается. Время до 8 еще есть. Мы чуть раньше сегодня выехали. А знаете, зачем? А сейчас приедем, покажу. Сомнения. Этот вроде такой же, как там. Окно открыли. Может, так оставить? Так оставить? Пакетами потом за это. Заклею. Тут он какие-то вставочки лежат. Че, толще? Не знаю. Сейчас идем в другую. Поверим. Аккуратно. Аккуратно. С размерами точно не ошиблись. Видали, люди? Поверим. 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 А так зачем? Поверим. Поверим. Напоминаю тем, кто не знает. Мне не так давно выбили хулиганы стекло. Пришлось покупать новый стеклопакет. Сегодня это обошлось в 3000 рублей. 2500 рублей стоил сам стеклопакет. Изготовление его. Ну и 500 рублей за установку. Теперь я рад вдвойне. У меня новое стекло. Вот. Ролик теперь на этом точно подходит к концу. Я же с вами прощаюсь. С вами был я. Улыбайтесь. Вам это идет. Я желаю вам удачи и здоровья. Здоровья не только вам. И вашим родным и близким. До следующих роликов. Всем пока-пока. Продолжение следует.